В эфире Беларусь 4, только важная и актуальная информация. С вами я, Владислава Супруновская, и сегодня поговорим, как всегда, только по делу. Весь прошлый год наша страна радушно принимала гостей из всех уголков мира. Самые активные туристы оказались, как ни странно, из западных стран. Более того, их количество возросло. В 2023 году наша Синеку посетила более 400 тысяч граждан Польши, Литвы и Латвии. И это несмотря на то, что власти этих европейских стран закрыли целых 4 пункта пропуска на границе с Беларусью. Но как же так получается, что поток растет, если по ту сторону доносится вопли пропаганды о том, что якобы в Беларуси для туристов небезопасно. Давайте будем разбираться. Наша страна всегда отличалась своей гостеприимностью. Два года назад президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме въезда для жителей Литвы, Латвии и Польши. С этого момента в Беларуси побывали сотни тысяч литовцев, латышей и поляков. Кто-то приезжал посмотреть на красоты Беларуси, а кто-то за качественными и недорогими товарами. Ведь у нас и полки не пустые, и цены доступнее. Такая ситуация у властей и этих трех государств на пару с беглыми вызвала агонию. Их жалкий стон о том, что в нашей стране один страх и ужас вскоре превратился в ничто. Личные впечатления туристов не оставили камня на камне от страшилок и пропаганды. Гости из соседних стран стали выкладывать разные видео в социальные сети, где они показывают настоящие реалии Беларуси. Оказывается, у нас и чисто, и безопасно, и продуктов в изобилии. Туристы записывают видеоотзывы, в которых делятся впечатлениями. Для кого-то Беларусь уже стала как родная. И от всей души еще раз хочу поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за подаренный безвизовый режим. За ту возможность, что я могла много раз посетить полюбившийся город Минск. За ту возможность, что я могла поспать свои любимые конфеты, дешевые продукты. За ту возможность, что я могла увидеть и встретиться со своими друзьями, своими любимыми людьми. Спасибо огромное за эти подаренные безграничные эмоции, за эту сказку. Пока поток из стран-соседок в нашу Беларусь растет, доверие к своим же властям у них падает. Одни приезжают к нам погостить, другие перебираются жить. Власти некоторых стран Евросоюза будто забыли о своих же людях. А если памяти восстанавливается, то истинное лицо проявляется во всей красе. Так в Беларуси оказался гражданин Чехии. Там нет никакой демократии, говорит мужчина. Кругом фашизм, а политики – марионетки Америки. Глаза на мокром месте и боль за людей, которые остались по ту сторону границы. Они там беспомощны. Все подлежит цензуре. О какой свободе слова может вообще идти речь? Вновь и вновь повторяет мужчина. Не согласен с властями, держи штраф, условный срок или добро пожаловать в тюрьму. О ценах в магазине вообще нечего говорить. Они космические. Простые люди едва сводят концы с концами и одной работы уже становится мало. Главная цель – выжить. Но сейчас, повторяет Чех, у людей уже опускаются руки и они идут на крайние меры. Люди несчастные. Люди несчастные. Несчастные вообще. Люди в отчаянии. Все вертится вокруг электроэнергии высоких цен. Все крутится вокруг высоких цен на продукты, овощи, фрукты. Цены настолько высокие, что люди уже не в состоянии платить. Это довело до того, что люди, пенсионеры, например, крадут в магазинах продукты. Все сейчас вертится вокруг денег. Чехи из-за этого совершают множество самоубийств. Несколько парней, потеряв работу в страхе, что получат социальный налог, стреляют себя в голову перед учреждениями власти. Очень много самоубийств. Беларусь на фоне общеевропейских тенденций выглядит крайне привлекательно. У нашего государства всегда на первом плане люди. И для гостей из других стран у нас всегда открыты двери. Нам нечего скрывать и бояться. Это подтверждается действиями нашего президента. Так Александр Лукашенко продлил безвиз для граждан Латвии, Литвы и Польши на весь текущий год. Всего за время действия безвиза для этих стран в Беларуси побывало более 800 тысяч иностранцев. И это, я уверена, не предел. А на сегодня все. Встретимся на следующей неделе на телеканале «Беларусь-4 Говель». До встречи. Беларусь-4 Говель.